На повестке дня очередной 28-й сессии Городского Совета Депутатов два основных вопроса. Утверждение концепции подготовки и проведения празднования Тысячелетия Бреста и обсуждение совместной работы депутатского корпуса и молодежных организаций. И депутаты, и молодежь наша, и молодежный парламент должны внести свою лепту в плане подготовки. Мы к этому вопросу очень серьезно готовились, делали запросы, изучали мнение всех конструктивно настроенных молодежных организаций и собрали их предложения для того, чтобы объединить, сгруппировать, ну и подготовили такой план мероприятий. В основе концепции несколько направлений, основными из которых стали реконструкция и сохранение историко-культурного наследия, проектирование и строительство объектов социально-культурной сферы, благоустройство города, а также информационное и инвестиционно-туристическое направление. Из намеченных объектов городской инфраструктуры 13 в стадии реконструкции. Это перенос речного порта за пределы Бреста, модернизация троллейбусного депо и набережной реки Муховец, завершение и сдача в эксплуатацию театра кукол на улице Ленина, западного обхода, а также капитальный ремонт здания на Кобринском укреплении для создания молодежно-патриотического центра. Еще 17 объектов – это новое строительство. Среди них новая станция скорой помощи, две школы-сада и пожарная часть в юго-западном микрорайоне, футбольный манеж и Кобринский путепровод. Всего в плане 50 пунктов. И направлены они будут… Естественно, конечно, повышение роли молодежи в нашем городе в плане благоустройства города, в плане того, чтобы поднять его имидж, поднять его туристическую инвест-привлекательность. И в этом деле мы, так как написано в нашей концепции, мы отводим очень важную роль молодежи. В концепции молодежным организациям отведена основная роль. На их плечи ляжет информационная составляющая, работа по привлечению подрастающего поколения к празднованию юбилея, организация конкурсов, выставок и презентаций. Для координации действий и утверждения разработанной программы на заседании Городского совета депутатов пригласили 14 представителей Городского молодежного парламента. Это и благоустройство города, это создание новых интересных объектов, как, например, фонарь молодежи и так далее. То есть это различные конференции научно-практические, исторические. То есть тот план, руководствуясь которым и наши взрослые депутаты Городского совета депутатов, и наша молодежь, молодежный парламент вместе будут идти к тысячелетию города и делать все, чтобы город становился комфортнее, уютнее для проживания. Эта программа будет направлена не только на нынешний действующий 27-й созыв депутатов, но и для депутатов, которые придут в следующий созыв, в 28-й созыв. Потому что времени уже мало, нужно буквально приходить и сразу начинать работать. Мы с учетом нашего опыта, нашего видения всего происходящего, готовим эту программу, она будет универсальной. До начала празднования тысячелетнего юбилея Бреста осталось чуть меньше полутора лет. С 1 января 2019 года будет дан старт торжествам, которые будут проходить в течение года.